В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский побывал с рабочим визитом в поселке Володарского и бывшем военном городке Петровское. Проблем нерешаемых или проблем таких системных я там не увидел. В Винновской школе номер 5 прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Очень хорошая идея, потому что на самом деле я сама мама выпускника будущего, это очень волнительно. Начальник производственно-технической службы Винновского ПТО ГХ Наталья Дегтярева стала призером конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления-2019». Результат коллектива, а не какой-то единоличный результат. В минувшие выходные глава Ленинского городского округа Алексей Спаский побывал с рабочим визитом в нескольких населенных пунктах муниципалитета. Объектом пристального внимания стали поселок Володарского и бывший военный городок Петровское. Подробности в нашем следующем сюжете. В свой визит в поселок Володарского глава муниципалитета Алексей Спаский начал с осмотра нежилых помещений, которые в прошлом году поселение получило в собственность. Речь идет о почти 730 квадратных метрах, и эта площадь позволяет разместить сразу несколько объектов. «Это зал почта, туда дальше служебное помещение почтовое. Я думаю, даже более интересно будет у нас соседнее помещение, которое изначально предназначалось под размещение офиса врача общей практики. В последнее время по договоренности с ВРКБ планировали под расширение нашей амбулатории». А по соседству будет опорный пункт полиции и отделение МФЦ. Уже совсем скоро они распахнут свои двери. Не откладывается в долгий ящик и вопрос с новым зданием для детской школы искусств. Это, а также ситуация с переселением из аварийного жилого фонда на контроле у Алексея Спаского. «Проблем нерешаемых или проблем таких системных я там не увидел. Да, есть большая потребность именно в культурно-досуговом учреждении, в школе искусств, которые говорят. Но под него есть земельный участок, и в общем-то этот вопрос мы будем отрабатывать. Есть вопрос по переселению Ветхого, ну или по факту уже аварийного жилого фонда. Тут тоже будут поручения имущественному нашему блоку, чтобы с жителями отработать на предмет их желания и готовности переселиться в другой какой-то населенный пункт». Побывал глава муниципалитета и на инженерных объектах Володарки. В 2018 году здесь были построены новые честные сооружения. «Мы сумели добиться очень хорошего результата по качеству стоков. В области мы, наверное, являемся одним из лучших объектов очистки воды». А вот в поселке Петровское, который стал следующим пунктом визита, проблема с сетями – одна из первоочередных. «Есть системный вопрос как-то изношенности сетей, состояние жилого фонда, потому что можно ремонтировать, конечно, фасад, но надо понимать, что внутренние инженерные сети все равно изнашиваются, это надо ремонтировать. Есть вопрос с водозаборным узлом, который спроектирован, находится в экспертизе и на 2020-2021 годы в программе стоит с финансированием». При этом глава отметил, что внешнее благоустройство здесь на приличном уровне. На текущий момент сделан капитальный ремонт всех многоквартирных домов Петровского. Тем не менее, в поселке, это бывший военный городок, остались полуразрушенные здания, судьбу которых еще предстоит решить. Посмотрел Алексей Спаский и места для будущей школы. Сейчас в Петровском среднего общеобразовательного учреждения нет. «Здесь откадастрирован земельный участок под общеобразовательную школу, потому что школа на сегодня только начальная. И чтобы детишки не ездили в город Видное, хотелось бы, чтобы школа здесь работала». А по соседству с этим участком два года назад был построен стадион, который стал местом притяжения для юных жителей поселка. Единственный нюанс – он до сих пор не освещен. Эту проблему власти пообещали устранить в самое ближайшее время. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В региональную общественную приемную партии «Единая Россия» в Видном обращаются жители со всего Подмосковья с самыми разными вопросами. В минувшую пятницу здесь вел прием депутат Государственной Думы Михаил Терентьев. С какими проблемами приходили к нему жители, узнала наша съемочная группа. Во время региональной недели в общественной приемной партии «Единая Россия» всегда многолюдно. Кто-то приходит на прием один, кто-то с семьями, а некоторые – большими группами. Как, например, жители жилого комплекса «Зеленые аллеи». Вопросов они также заготовили немало. Основные касались нехватки мест в школах и детских садах. Поддержать жителей пришла и депутат Мария Гаевская. Мне часто обращаются молодые семьи с проблемой с нехваткой мест в детских садах. То есть дети на момент наступления трехлетнего возраста, четырехлетнего, даже пяти, как ни странно, дети не могут пойти в детский сад, родители вынуждены сидеть дома. Школы не строят. И проблемы застройщиков с их плохим финансовым состоянием перекладывают на плечи жителей. Единственную построенную школу в нашем ЖК детей уже из второй очереди ЖК не принимают. Уже отправляют в другую школу, которая на отдаленности более километра. Мест нет. В частных детских садах цены очень большие. И, наверное, можно было разработать какую-то программу поддержки частных садов. Кстати, Управление образования уже выступило с инициативой выделять места детям-очередникам в частных детских садах. И ведет с их руководством переговоры. Но тут есть свои нюансы. Для того, чтобы власти компенсировали таким учреждениям затраты на очередников, они должны иметь образовательную лицензию, а не только лицензию на уход и присмотр. Потому что те помещения, в которых мы находимся, они не являются отдельно стоящими. Я, к сожалению, не могу поставить площадку. Здесь вопрос в помощи, наверное, лицензирования таких учреждений, как мы, и упрощать как-то систему. Также жители интересовали вопросы, касающиеся мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных родителей. Михаил Терентьев напомнил, что в этом году меры государственной поддержки были расширены. Материнский капитал будет возможно получить уже при рождении первого ребенка. И при рождении второго ребенка он увеличивается на 150 тысяч. На материнский капитал могут претендовать мужчины, если они являются единственными усыновителями ребенка. Озвученные в ходе встречи вопросы Михаил Терентьев взял под личный контроль, а по наиболее острым пообещал сделать запрос к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Сегодня у нас в студии гость, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. С ней мы поговорим об особенностях работы в РКБ, о нововведениях и итогах диспансеризации. Давайте для начала поговорим об итогах диспансеризации. Что можете сказать по этому поводу? Ну, хочу сказать, что за январь, по сегодняшний день у нас прошли диспансеризацию 4,5 тысячи человек, в том числе участников Великой Отечественной войны, 46 человек мы осмотрели. Но я хочу сказать то, что диспансеризация – это очень нужный и важный метод обследования и диагностики заболеваний. За январь месяц мы выявили 10 случаев онкологических заболеваний. Из них, причем на первой стадии, это 8 случаев. Рака молочной железы 4 человека, колоректального рака 4 человека. Поэтому я очень хочу, чтобы наши жители услышали эти цифры. Цифры колоссальные. За такой короткий промежуток времени, пол января практически рабочего, выявить 10 случаев онкологии – это немало, немаленькие показатели. Кроме этого, выявился и сахарный диабет у 9 человек, выявился и туберкулез легких. И, конечно, особенно у молодых людей, молодого населения. Сейчас вообще все заболевания молодеют. Поэтому наши жители, мы призываем наших жителей, чтобы они приходили на диспансеризацию, обследовались. Не просто была введена она с 2019 года, что теперь ежегодно 40 лет все проходят диспансеризацию. У нас очень много записываются пациенты и не приходят на приемы. И получается очень много неявок. Если бы наши жители по каким-то причинам не могут подойти на прием, отменяли бы эту запись в личном кабинете, они бы просто дали доступ другим людям попасть на прием. Я слышала, что грядет ремонт взрослой поликлиники. Расскажите, пожалуйста, что ждет пациентов? Ну, что ждет пациент? Да, это наша очень такая большая проблема ремонт взрослой поликлиники. Большая для нас стоит задача. Самое главное – расселение всех этих специалистов в другие амбулаторно-поликлинические структурные подразделения. Я думаю, жители города Вьетного и района здесь нас уже поймут. Мы не можем всю взрослую поликлинику переместить в детскую поликлинику. Одним из будет структурных подразделений, куда будет переезжать взрослая поликлиника, это будет детская поликлиника. Но не все кабинеты. Будут кабинеты и офисы более укомплектованы. Будут офисы врачебной практики, что у нас на строительной и на вокзальной. Это, конечно, временное явление. И все это делается, опять же, для жителей, чтобы им потом было комфортно приходить в ремонтированные здания, чтобы им было там уютно и комфортно. Я думаю, они тоже потерпят, так как и медицинские работники, данные изменения. Очень много обращений поступает сейчас в скорую медицинскую помощь. Как Вы можете прокомментировать ситуацию со скорой? Да, конечно, скорая медицинская помощь, она не является структурным подразделением Вьетного в скорой и клинической больнице. Это отдельная юридическая организация, которая оказывает тоже медицинскую помощь в экстренных случаях и по неотложной помощи. У нас есть свое отделение неотложной медицинской помощи, которое оказывает медицинскую помощь нашему всему населению Ленинского района. Скорая помощь тоже передает нам частично вызовы по неотложной медицинской помощи на нашу базу. И мы их оказываем. Я хочу сказать, за вот этот период, за январь-февраль, в котором мы работали, мы оказали 15 тысяч случаев неотложной медицинской помощи. Если невысокая все-таки температура, или если нет температуры, или просто головная боль, мы просто призываем приходить в поликлинику, в кабинеты неотложной медицинской помощи или на прием к терапевтам или педиатрам, но не вызывать ни скорую медицинскую помощь, потому что все-таки скорая медицинская помощь, она оказывает медицинскую помощь при угрожающих состояниях. Если есть возможность, если такие симптомы не угрожают ни жизни состояния, и они не являются неотложными, то чтобы они все-таки посещали врача в поликлинике. Спасибо большое, Елена Валентиновна. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас была заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Винновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. В Винновской школе номер 5 состоялась акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мамы и папы будущих выпускников на себе испытали процесс сдачи единого государственного экзамена. Чтобы иметь возможность морально подготовить учеников к этому важному мероприятию. Вместе с родителями ЕГЭ сдавала и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлии Погасьян. По инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 4 года назад в России стартовала акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Экзаменный процесс волнительный. Часто именно этот фактор влияет на конечный результат. Поэтому подготовке к единому государственному экзамену уделяется столько внимания. Необходимо, чтобы все понимали порядок проведения экзамена. Чтобы для детей был создан хороший психологический климат. И помочь в этом, конечно же, должны родители и общественность. Чтобы все понимали, что порядок совершенно конкретный. Что он определен, его нужно выполнять. И что ничего он с собой страшного не представляет. Поэтому для того, чтобы дети наши успешно и хорошо сдали единый государственный экзамен, для этого родители тоже должны быть в курсе, как он осуществляется. Сегодня здесь созданы все условия, с которыми выпускники столкнутся во время сдачи единого государственного экзамена. Неиспользуемые помещения опечатаны. В целях обеспечения максимальной открытости сдачи экзамена опечатаны и все шкафы. Создан питьевой режим. Ровно в 9 начинается запуск выпускников по предъявлению паспорта. Мы проверяем распределение в пункт. Далее участник проходит через рамку металлоискателя, где мы проверяем на наличие мобильных устройств. Участники проходят в своей аудитории согласно распределению. В 9.50 начинается первая часть интерптажа. Ровно в 10 начинается печать материалов. Что гарантирует полную честность, объективность, открытость экзамена. В Ленинском городском округе акция проходила на базе Видновской школы номер 5. Сюда были приглашены все желающие родители выпускников со всего муниципалитета. Ощутить себя 11-ти классниками захотели около 70 человек. Сдавали они в этот день экзамен по истории. Тема 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Это очень хорошая идея, потому что на самом деле я сама мама выпускника будущего. Это очень волнительно. Мы очень переживаем. И вот даже сейчас идет процедура, да, ну как бы она не настоящая. И у нас очень много вопросов у родителей на данный момент возникает. Будет ли какая-то помощь, выйти из аудитории, помощь, оказана ли будет педагогом. То есть, ну это очень хорошо. Длятся экзамены по-разному, в зависимости от предмета, но не меньше трех часов. Родители же справились с заданием по истории за 30 минут. Отмечают, что было непросто, есть к чему стремиться, но все сходятся в одном. Акция нужная и полезная. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Московской областной думе подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления-2019». Среди награжденных – начальник производственно-технической службы Видновского ПТО ГХ Наталья Дегтярева. Об особенностях своей профессии и о том, почему решила принять участие в конкурсе, она рассказала нашему корреспонденту Наталье Буслаевой. 19 февраля в Московской областной думе состоялась торжественная церемония награждений ежегодного конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». В числе победителей начальник производственно-технической службы Видновского ПТО ГХ Наталья Дегтярева. Она заняла второе место в номинации «Лучший специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Я не считаю, что это лично моя награда. Я считаю, что это награда предприятия. Потому что все мероприятия, которые реализуются, все участвуют по чуть-чуть. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Любой результат – это результат коллектива, а не какой-то единоличный результат. В этом конкурсе Наталья принимала участие впервые. Было интересно попробовать свои силы. А еще это один из способов профессионального роста и саморазвития. А также отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт. Подготовка заняла всего неделю. Номинантам нужно было предоставить на суд жюри письменные презентации с указанием профессиональных достижений. А затем пройти личное собеседование. Все члены комиссии были достаточно доброжелательно настроены. Поэтому, собственно говоря, мы просто рассказали, чем занимаются наши предприятия, какие у нас достижения, какие планы. Наталья около 17 лет работает в сфере ЖКХ и уже 4 года возглавляет производственно-техническую службу. Главным среди своих обязанностей Наталья считает работу с обращениями граждан. У нас участок непростой. Я не про себя говорю. Я говорю про предприятие. А у нас к нам много вопросов. Да, есть такие ситуации. Не всегда получается, как хотелось бы. Но я считаю, что коллектив, предприятие справляется в полном объеме с задачами, которые на него возложены. В подчинении у Натальи Дегтяревой 5 человек. Сотрудники отмечают ее умение быть психологически устойчивой в любой ситуации. А также способность быстро и эффективно решать сложные задачи. Наталья Евгеньевна и с человеческой точки зрения всегда поддержит, поможет, защитит от других, если что-то там случится. Не в плане работы, мы все люди и в плане эмоционального такого поддержки. Наталья Евгеньевна из тех людей, которым свойственно руководить профессионально людьми. То есть у нее всегда сложные задачи перед ней ставят. Мы как бы очень рады были, как проработавшие с ней какое-то время, ее победе на этот конкурс. Потому что действительно победа заслуженная. Вот кто-кто, Наталья Евгеньевна, заслуживает эту награду. Как отмечает наша героиня, работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства всегда на виду. Ведь услугами ЖКХ мы пользуемся каждый день. И основная задача руководителя – обеспечивать слаженную работу. Ведь от этого зависит общий результат. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Жительница Видного Анна Ивановна Тимохина отпраздновала свой 95-й день рождения. Поздравить именинницу пришли родственники, соседи, а также начальник Ленинского управления соцзащитой Елена Гусева. И глава городского поселения Видное – Моисей Шамаилов. – Добрый день. Можно к вам? – Здравствуйте. – Спасибо. Анна Ивановна Тимохина в свои 95 не теряет бодрости духа, ведет активный образ жизни и никогда не унывает, несмотря на то, что пережить ей пришлось немало. Ее по праву можно считать и старожилом города. Она живет в нем более 50 лет. Глава городского поселения Видное – Моисей Шамаилов – зачитал имениннице поздравления от президента России. – Великую любовь к родине, ответственность за ее настоящее и будущее вы передаете нам и грядущим поколениям. Желаю вам здоровья, бодрости духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Естественно, только письмами гости не ограничились. Из юбиляру вручили подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы Ленинского городского округа Алексея Спасского. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания близких людей. Мира и тепла вам и вашему дому. Глава Ленинского городского округа Алексей Петрович Спаский. Анна Ивановна родилась в Рязанской области. Во время войны работала на торфяных разработках на лесозаготовке. Позже была направлена в пожарную охрану. Ее заслуги были не раз отмечены. Есть у нее и медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В этот день еще одна награда нашла героя. Указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года вы награждаетесь юбилейной медалью 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Анне Ивановне вручили медаль, после чего именинница с гостями сделала памятное фото. Вечером поздравления продолжатся, но уже за праздничным столом. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!